Он начинал заниматься в школе, которую создал сам Зика, мог оказаться в Васко-де-Гамо, но в итоге сменил специализацию и приехал в Беларусь. Речь о представителе зального футбола Раниньо, которого недавно подписала столица. Вообще клуб за достаточно скромный промежуток времени сделал громадный скачок в развитии. Во-первых, обрел профессиональный статус. Во-вторых, открыл специализированную школу. Опять же подписал бразильца, когда такое было в мини-футболе. Когда? Да никогда такого не было. В белорусском чемпионате сейчас полно легионеров. Особенно большой поток рабочей силы из Украины, около 30 игроков. Только совсем ограниченные в финансах клубы лишили себя радости подписать иностранца. Но вот на бразильца впервые в истории нашего мини-футбола замахнулась именно столица. Он приехал к нам в январе месяце. Мы его подписали на второй круг и на плей-офф. То есть до конца сезона. В зависимости от того, какого результата мы добьемся, в дальнейшем мы будем с ним вести переговоры о продлении контракта. Сколько пришлось заплатить Раниньо, председатель правления клуба нам так и не признался. Известно, что последней командой бразильца был французский спортинг. Но там возникли проблемы с финансами. От легионеров избавились. Выступает Ронни за сборную Грузии, а сейчас живет в Иручье. Клуб снимает квартиру. Против столицы играл в кубке УЕФА. Мной заинтересовались. Поступило хорошее предложение, оно было первым. Уже потом мной интересовались клубы из Катера и Греция. Но это уже не имело значения. Это для меня новый опыт. Сейчас уже во всех странах играть в футбол умеют. Пять лет жизни в Грузии для Ронни бесследно не прошли. Там он не только получил новый паспорт, но и поставил в нем штамп. Не сам, конечно. Кете Ван – так зовут грузинскую жену-бразильца, которая вместе с ним сейчас и живет в Ируче. Посмотрели, ему показала по интернету тоже информацию. Раньше я никогда не бывала в Беларуси и не в Минске тоже. Знала, что есть такая страна – Беларусь, Минск. Мини-футбольная столица существует с прошлого сезона. До этого был любительский клуб с другим названием. И в первый же сезон Минчане сенсационно стали чемпионами. Основатели и главный спонсор клуба – отечественная IT-компания. Мы не ограничились созданием просто команды, как делают многие у нас в стране. Мы пытаемся вокруг команды создать инфраструктуру. То есть у нас есть сайт, причем так как мы программисты, там есть инновационные штучки. Кроме этого, мы создали детскую школу, где вы сейчас присутствуете. Капитан клуба и сборной Беларуси тренирует детей. Такое возможно только в мини-футболе. Александр Черник пригласил на тренировку раненьо. Получился мастер-класс. Это первая, скажем так, похвастаемся, первая мини-футбольная академия в республике. То есть, ну, в Борисове там молодцы ребята работают. Ну, вот мы как бы, наверное, в городе Минске тогда так будет, правильно сказать. Так стараемся именно прививать азы мини-футбола. Больше на технику, больше передачи мяча, перекаты. Вы посмотрите, какая техника. Бразилия, одним словом. Мастер-класс южноамериканца в школе столицы. Хотя наш Александр Черник тоже кое-что может. Бразилия очень техничный. Показывает нам более свои умения. Финты новые. И, ну, нам это очень полезно. Вот из Бразилии финты другие. Мини-футбол, он в футбольных странах, таких как Бразилия, таких как Испания, он пропагандируется как начальный этап развития профессиональной карьеры футболистов. И, на самом деле, могу привести много примеров известных игроков, таких как Неймар, так и как Рональдинио. Да, они играли и в мини-футбол. Половина Барселоны – это бывшие мини-футболисты, там, до 14 лет. В таблице чемпионата взрослая команда столицы делит второе место с Витеном на первым с шестиочковым преимуществом Литсельмаш. Но в этом году, как и в прошлом, все решится в серии плей-офф. А там столица играть умеет. Тем более с бразильцем в составе. На этом сегодня все. Спорткадр в эфире через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok